Добрый день, уважаемые горожане! Точнее, добрый вечер! По прошествии трех дней дебатов, я решил, что по записи, потому что мы готовили выступление, я не буду выступать. Я просто хочу с вами поделиться своими мыслями и своим видением. Вот есть один нюанс, я постоянно хожу пешком, то есть в день я прохожу минимум час-полтора прогулка. Я этим занимаюсь уже на протяжении более чем 20 лет. И что самое удивительное, вы знаете, вот раньше, когда я ходил, я это расстояние проходил, то же самое расстояние я проходил за 2-2,5 часа. Сейчас у меня уходит на это час-полтора, потому что раньше я всегда встречал кого-то из знакомых. Одноклассники, просто друзья, с кем общаешься, родственники. Сегодня, когда я иду по городу, я практически не вижу знакомых лиц. И когда видишь какое-то знакомое лицо, становится очень приятно практически так же, как и когда бываешь за пределами нашей родины, и видишь кого-нибудь из кыргызстанцев. Радость, действительно радость. Вы не задумывались, почему так происходит? Почему произошло в нашем городе именно так, когда мы друг друга уже перестали видеть? Каждый занят своими делами, это понятно. Но, наверное, пора остановиться, пора осмыслить и попробовать вернуться к тем истокам, где мы были простыми фрунзенскими пацанами. Давайте подумаем о том, что нас за эти прошедшие несколько лет, точнее не нас, а как жизнь изменилась. Вот посмотрите, психологи говорят, что менталитет, привычки, нравы человека закладывается в возрасте до 18 лет. Естественно, мы, горожане, коренные горожане, мы получили все то, что мы должны были, то, кем мы сегодня являемся, мы получили это в том фрунзе. Сегодня очень много лиц, будем говорить так, вот я опять-таки о своих ощущениях, о том, что кого на улице встречаешь, это совсем другие лица, это совсем другие люди. Молодые люди, девушки, парни нашего возраста люди, в основном приезжие. Сейчас костяк города, основные горожане, в меньшинстве. Поэтому здесь вопрос, вот давайте задумаемся, каким стал наш город. Вспомните 60-е, 70-е, 80-е годы, когда наш фрунзе был цветущим садом, когда мы жили в теплом, родном, душевном городе. Почему сейчас время так изменило или мы изменились? Скорее всего, изменилось все. Надо задуматься над этим. И вот сейчас, когда мы с вами смотрим на нынешнее поколение, вспомните, мы ходили по бульвару Дзержинского и называли его Дзержинка. Сейчас молодое поколение называет его Дзержинка. Ведь это не просто так. Действительно все меняется в этом мире. Наша партия КРНЛ во главу угла ставит такие вопросы, которые, ну, они у всех на слуху. И у видных политических деятелей, и у нас, у простых граждан. Где наша государственная идеология? Мы получили независимость. Однако до сих пор ни правительство, ни президентский аппарат, ни Верховный Совет Джувар-Кукинеш так и не остановились на какой-то идеологии. То ли мы строим капиталистическое общество, которое, ну, по ходу истории ведет всех назад. Или мы должны строить социально ориентированное демократическое, народно-демократическое государство. Вот в этом вопрос. Наша партия настаивает на создании идеологии социально ориентированного государства с тем, чтобы, как основатель нашей партии говорил Дорумбек Садырбаев, должна быть социальная справедливость для каждого гражданина. И в этом смысле, вот, партия КРНЛ предлагает следующие шаги. Первое. Создание государственной идеологии. Той идеологии, которую бы рассматривала не как государство должно предоставлять каждому гражданину какие-то блага или привилегии. Наоборот. Граждане должны создавать эти привилегии, эти блага. Для каждого из нас они должны быть доступны. Второе. В частности, возьмем наш город Бишкек. Сегодня мы знаем, все сборы, которые проходят по Бишкеку, уходят в республиканский бюджет. В городе остается всего 15% от этих сборов. Мы должны настаивать и на законодательном уровне о том, чтобы в городе оставалось не менее 30%. Мало того, значит, в этих 30% мы тогда сможем сделать, и это тоже одно из предложений нашей партии, тогда мы можем оставлять часть средств на каждый МТУ, на каждый квартал, на каждый домовой комитет, квартальный комитет и товарищества собственников жилья. Чтобы мы сами, вот мы с вами, горожане, неужели мы с вами не сможем покрасить наши подъезды, побелить? Неужели мы сами не сможем построить детские площадки? Неужели мы сами не сможем поставить уличное освещение? Мы почему-то ждем выборов. А наши бедные пенсионеры этих выборов ждут, чтобы получить продуктовую посылку от какой-либо партии. А может быть даже и от нескольких сразу. Поэтому мы хотим, чтобы мы реально сами брали власть в свои руки. Мы должны сами заниматься своим городом. Сами, непосредственно. Не просто так. Наши разговоры все между собой. Мы вокруг этого постоянно и говорим. Но предпринимать какие-то шаги почему-то горожане не хотят. Сегодня, я вам честно скажу, я вышел на политическую арену, включился в борьбу за места в городском Кенеши, только исходя из того, что только мы сами можем изменить что-то. Я бы хотел сказать следующее. Мы сами по себе. Большая сила. Ведь что такое власть? Власть – это передача определенных полномочий каждым гражданинам тому органу, который он избирает. Так давайте не ошибемся в своем выборе. Давайте выберем тех, кто знает город. Давайте выберем коренных горожан. Давайте будем заниматься тем, что мы будем в своем городе сами руководить. Давайте мы будем в этом городе сами все производить. И я бы хотел, чтобы было так, как вот сейчас у меня. Я горжусь своим отцом. Он коренной по тем временам пешпикчанин. Я думаю, и я надеюсь, что мой сын будет гордиться своим отцом, коренным фрунзенцем. Мой внук, я надеюсь, будет гордиться тоже своим отцом, который уже коренной пешпикчанин. Но правнук, я надеюсь, что мой правнук будет гордиться тем, что его отец коренной кыргызстанец. Мы кыргызстанцы прежде всего. Но город, так или иначе, мы в нем родились. Давайте уважать свое родное гнездо. Мы отсюда, мы здесь родились. Мы оперились. Мы встали на ноги. На крыло встали. Давайте будем уважать. И давайте сделаем правильный выбор. Уважаемые горожане, я благодарю вас за то, что вы в этот раз придете на эти выборы 25 ноября. Я надеюсь, что мы вместе с вами, участвуя в этих выборах, сделав свой выбор, вернем городу. По тем временам, если вы помните, цветущий сад, его можно было оценить на 5. Я вам предлагаю сделать выбор, чтобы оценка этого города была на твердую четверку. Я предлагаю вам и призываю вас всех проголосовать за партию Корианель и добиться того, чтобы наш город был на твердую четверку. Спасибо вам за внимание. Я надеюсь, что вы, каждый, прочувствуете то, что чувствую я сегодня. И хочу, чтобы мы все вместе гордились своим городом. Хочу, чтобы каждый кыргызстанец гордился своей столицей. Хочу, чтобы имя, которое этот город получил от имени героя Бишкек-Батыра, по-киргызски его звание Туджгар, это знамя-повергатель. Так вот, я хотел бы, чтобы каждый из нас был батыром, чтобы каждый из нас имел возможность сделать, повергнуть знамя тех врагов, которые окружают наше государство, которые мешают нашему развитию. Еще раз спасибо вам за внимание. Я надеюсь, сегодня я высказал то, что я хотел сказать, то, что у меня уже накипело. Большое вам спасибо. 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 Большое вам спасибо.